Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Senior Software Vlogger и сегодня я бы хотел открыть новую рубрику на канале Это интервью и первым гостем я пригласил своего давнего знакомого Антона Лавренова Антон работает фрилансером, путешествует со своей женой и двумя детьми по миру вот уже третий год Также у него есть один довольно популярный open source проект, который он поддерживает И помимо этого он еще умудряется запускать какие-то свои проекты Обо всем об этом я планирую сегодня расспросить Антона и поделиться этой информацией с вами Все ссылки, которые мы будем упоминать, вы можете найти в описании к видео или также они будут всплывать в подсказках к самому видео Также Антон является влогером и ссылку на его канал вы можете посмотреть также внизу в описании и следить за путешествием семьи Лавреновых Без каких-либо дополнительных вступлений я приглашаю вас посмотреть интервью Привет, Антон! Спасибо, что ты согласился быть первым человеком, которого я возьму интервью Я хотел бы немножко рассказать о том, как мы с тобой познакомились, ну вернее, как я это помню То есть в свое время мы посещали в красноярские метапы, так называемые крас-деф-метапы Это еженедельное событие, которое до сих пор проходит Люди собираются в кофейне и общаются на то, как прошла их неделя разработческая И я помню, что однажды туда пришел Антон, вот, и я особо ничего не знаю, как ты, что ты делал, какой твой был путь до этой первой нашей встречи Я помню, что после этого ты начал регулярно приходить и, в общем, мы как-то так общались Потом я уехал в Таиланд на зиму, потом я приехал и уехал жить в Германию И, собственно, получалось следить за твоими перемещениями только уже удаленно Вот, и расскажи, пожалуйста, коротко свой путь программиста, скажем так До того момента, как ты решил путешествовать с семьей Так, ну, пару слов сначала о себе Меня зовут Антон, мне 27 лет, у меня двое детей, жена И сейчас мы путешествуем А рассказать до момента, как я встал на путь программиста, так ты спросил? Ну, нет, вообще, твой путь программиста, скажем так До того, как ты решил путешествовать Окей, ну, я закончил институт математики, СФУ в Красноярске То есть там в основном у нас была математика и немножко программирования На тот момент, когда я заканчивал, я не уверен, что хочу вообще быть программистом Хотя у меня были какие-то навыки, потому что обучение было и в самом университете И во время школы я ходил на всякие курсы Но, скажем так, душа не совсем лежала Я думал, это будет временный вариант на то, чтобы куда-то пойти дальше, там вырасти, не знаю пока куда Университет закончился, работу надо было искать Я каким-то случайным образом сконтачился с чуваком, у которого есть бизнес-идея Который хочет запилить свой стартап, но у него есть деньги, а времени нет Вот, и как бы я такой молодой студент, который хочет все делать, все изучать И мы начали с ним вместе работать Мы проработали с ним вместе В 2012 году я закончил обучение и начал с этим парнем работать За что я ему говорю очень большое спасибо, если он вдруг смотрит эти записи Потому что он меня очень многому чему научил Это был очень хороший наставник, как с точки зрения и программирования, и введения задач Много-много всего, он мне много чему научил Через два года мы поняли, что стартап практически никак не идет Потому что, ну, наверное, причин очень много, в общем, стартап не идет И я решил пойти в фриланс, чтобы заработать себе денег Вот, во фриланс вроде как деньги есть И, получается, в 2014 году я уже полностью ушел во фриланс И через два года, в конце 2015 года мы отправились в путешествие по миру всей семьей Супер! Слушай, получается, что у меня в 2012 как раз дочка родилась А ты как раз только вышел из института и собирался как-то вставать на путь работника А почему ты решил с фронт-эндом как-то связать свою жизнь? Это дикая случайность Когда я был в университете, я все свои дипломные работы, там, лабораторные, писал на питоне Мне нравился питон, классный язык, я был им доволен Вот это первая работа Мне чувак говорит, у нас будет немножко питона и джаваскрипт И сначала я действительно был питон, там, на каких-то сторонних небольших задачах Но джаваскрипта становилось все больше и больше Я погружался все в него глубже и глубже И в какой-то момент он мне понравился И я научился им пользоваться И, ну, нет смысла изучать что-то другое Потому что теперь джаваскрипт мне нравится И как я пишу у себя, там, где-нибудь в портфолио Что джаваскрипт для меня, как я native speaker на нем Ясно Слушай, ну, супер А что вообще вот сподвигло вас бросить все и просто начать путешествовать? Я так понимаю, что вы особо до этого, до вашего первого путешествия особо нигде не были Или у вас были какие-то другие, более короткие? Да, один раз были в Таиланде, но это была такая особенная поездка Это не был туризм Мы там, скажем так, одновременно и работали, отдыхали Это был детский небольшой лагерь И мы ездили туда с женой, вот я ездил И ребенка мы тоже туда взяли И мы как бы и работали в лагере одновременно И немножко отдыхали Но это туризмом не назовешь, потому что формат совершенно другой А главная причина, почему мы начали путешествовать У нас были проблемы со здоровьем у детьми И мы очень не любим зиму Ну и чтобы, соответственно, вот эти две проблемы решить Тем более, так как я во фрилансе, я все время работаю дома И находиться все время в Красноярске нет смысла никакого И захотелось давно, но финансы не позволяли И вот к 2015 году уже все прошла та самая точка, когда финансы позволяют начать Все ясно, и вы просто решили... И это, как сказать, помогло вам решить эти детские болезни, скажем так? Нам помогло в свое время, Таиланд нам помог, скажем так, от детских болезней избавиться Нам очень сильно помогло, младший ребенок, он болел каждые две недели Старший ребенок каждый месяц У младшего там вообще до хронических болезней могло все дойти Но как только мы прилетели на море, все волшебным образом улетучилось И наступило счастье Да, я могу, ну, скажем так, у меня точно такая же история Вот, я не буду вдаваться в подробности Я думаю, молодые родители, в принципе, знают, о каких болезнях мы можем... Может идти речь, но тем не менее я могу сказать, что да Что 4 месяца в Таиланде у нас там прошли все эти кожные последствия После того, какие у маленьких детей И все вот эти респираторные Там ни разу ребенок не болел ничем вообще абсолютно Это было просто счастье какое-то Слушай, ты как раз затронул тему про работы Я по своему опыту помню, но у меня фриланс был немножко другой Я практически работал удаленно, full time, можно сказать И мне было очень тяжело в Таиланде сидеть, скажем так, с видом на бассейн в хорошую погоду И работать по 6-8 часов То есть как тебе вообще удается работать вообще в путешествиях И еще и быть продуктивным То есть не просто сидеть на стуле перед монитором, чтобы у тебя счетчик тикал Но еще что-то реально делать, чтобы тебя хотели нанять дальше, скажем так Ну, я как бы ничего особенного с этим не делаю Наверное, это просто особенность, как бы, я не знаю Ну, не организм, а особенность чего-то У нас, как профессионалов, у всех разные подходы Кто-то любит работать ночью, кто-то любит работать днем А я работаю дома, когда там, ну или в отеле, когда мы постоянно путешествуем Когда рядом кричат дети, ну, у меня это получается и нормально Я на самом деле в офисе не работал никогда Поэтому, может быть, на самом деле я как бы всегда был в таких условиях Я к ним привык, может быть, на самом деле и правда тут очень тяжело Ну, очень, не очень тяжело Ну, да, то есть я по твоим рассказам знаю, что у тебя немножко более, скажем так, гибкая ситуация И более гибкий график То есть я думаю, что если ты путешествуешь и работаешь, скажем так, full-time Либо это фриланс более такой, с таким коммитментом на 7-8 часов, отработанных в день То там может быть немножко тяжеловато Вот, ну и опять-таки зависит, где, куда вы летите и там, как занимаетесь Плюс я могу, скажем так, предположить, что двое детей, они себя маленько уравновешивают И иногда находят чем заняться сами и как бы дают вам маленько отдохнуть Потому что у нас ребенок постоянно требовал много внимания к себе В начале путешествия с этим было сложно, потому что когда мы только начали Младшему было 1 год и 10 месяцев, старшему там 4 с лишним И вот на тот момент они практически не могли время проводить вместе Буквально максимум 10 минут Дальше уже все И как бы с этим было тяжело, но постепенно становилось все проще и проще И сейчас, ну, еще проще Слушай, я знаю, что у тебя есть как минимум один open-source проект Что ты можешь рассказать про этот проект и вообще про свой путь в open-source? То есть как это тебе помогает или сколько времени ты уделяешь? Какие трудности у тебя, может быть, с этим есть? Помогает мне open-source в плане развития профессионального, я думаю, очень сильно Мне в каком-то смысле повезло с open-source и свои проекты, они у меня как, не знаю, козыри в рукаве Я им показываю своим потенциальным заказчикам и, насколько я понимаю, они прям впечатлены тем результатом, который я уже сделал на open-source История open-source у меня, ну, достаточно простая, я просто одну из библиотек очень активно использовал Библиотека называлась KineticJS для того, чтобы рисовать там разные объекты на элементе Canvas на странице в JavaScript Библиотека очень крутая, хорошая, я использовал, использовал, и за долгое время ее использования очень хорошо научился Ну, скажем так, я понимал все ее кишки и более того, начал потихонечку к отримбутить на GitHub Я там коммиты добавлял, pull-requests Через какое-то время сам мейнтейнер библиотеки добавил мне, чтобы я напрямую мог коммиты отправлять И через какое-то время главный разработчик, тот, кто создал KineticJS, он сказал, что все, проект закрывается Я его больше поддерживать не буду, я ухожу на другие проекты, у меня другие дела Вот, а на тот момент мы очень активно использовали эту библиотеку Я не знал, что делать, потому что поддержка нужна в долгосрочной перспективе И как бы не уверен, что я должен и хочу сам это поддерживать Может стоять на какую-то другую библиотеку, мигрировать Я ходил, размышлял, что с этим делать примерно два месяца Вот, и решил, что, ну, людей, которые задавались таким же вопросом Было очень много, на GitHub писали, на Stack Overflow вопросы появлялись на эту тему И я решил, а если я так хорошо знаю, почему бы не мне ее на себя взять И перетянуть вот этих людей, которые, ну, хотят поддержки дальнейшей библиотеки И перенуть их на себя, и чтобы, скажем так, стать известным суперкрутом Крутым open source девелопером Вот, ну, собственно, я это сделал Это произошло где-то в начале, по-моему, 2014 года Я библиотеку назвал Commonwealth.js Сделал для нее сайт, документацию, там, переименовку все это сделал Ну, и, естественно, оставил там линки на оригинальную библиотеку И, как бы, потихоньку начал ее разрабатывать И на данный момент у нее 1400 звездочек на GitHub Ну, и потихонечку звездочки капают И вот этот проект я часто показываю заказчикам своим И несколько раз на меня выходили через этот проект То есть проект находят в интернете Смотрят, кто автор, и пишут мне потом на почту Антон, привет, ты сделал такой проект, давай сделаем что-нибудь с ним Ну, какой-то продукт Ясно, я подозреваю, что тебе не только заказчики на фрилансе пишут Но еще и различные рекрутеры, которые очень любят по GitHub лазить И искать такие крупные проекты относительно, да И потом призовут тебя работать куда-нибудь в Амстердам, нет? С GitHub редко, но LinkedIn постоянно пишут Я помню, что у тебя была какая-то там особо такая интересная история С этим оригинальным, скажем так, автором проекта Что вроде бы как он хотел закрыть, а потом какую-то другую библиотеку начал И что-то забрал у тебя потом, commit rights, что-то как-то так было сумбурно Да, там была такая история, что я создал новый репозиторий Ну, себя на GitHub на своем профиле для вот этого проекта Convo Но права для старого репозитория у меня полностью остались Я, соответственно, мог комментировать в issues на GitHub Мог их там закрывать, открывать и так далее И, собственно, там было около 150, по-моему, незакрытых задачек Там всяких багов и фич И так как вот текущий проект, автор сказал, что он закрыт Я просто начал пилить эти фичи у себя, баги как бы разруливать И в оригинальном проекте писать, что ребята, здесь вот там, в том проекте я все это пофиксил Типа, переходите туда, смотрите Вот, ну, я не знаю, может быть, автору это не понравилось Или я не знаю, по какой причине, как бы с ним после этого не общался Только до этого с ним несколько общался Парень вроде хороший, но вот он мне закрыл полностью доступ к проекту И я не мог уже больше ничего с ним делать Ясно Ну, в общем, интересная ситуация Но ты не пытался узнать, почему он так поступил? Я пытался, но он мне не отвечает И он мало где сейчас отвечает Поэтому он раньше и в Твиттере был активен, много где был активен А сейчас, видимо, в его какой-то очень закрытый стартап позвали И я не знаю Его не видно и не слышно нигде Ну, есть-то, есть такие люди, которые просто некоторые выпилились полностью из интернета В Руби-комьюнити был такой очень знаменитый человек, который активно занимался продвижением Руби-языка И везде постоянно на всех конференциях выступал И написал TryRuby Это Why the Lucky Steve И он в одно время просто выпилился вообще из интернета абсолютно Он удалил все свои работы Весь свой Твиттер, все обнулился и ушел И люди потом его наследие, скажем так, по крупицам собирали У кого что осталось, там спуленные репозитории И есть такой репозиторий, где вот типа все его наследие, что смогли, сохранили Очень такие интересные, скажем так, вещи происходят иногда с разработчиками Вот, слушай, но open source это open source Но я знаю, что у тебя есть еще и свои проекты какие-то Я здесь на самом деле очень тебе по-доброму завидую, что ты все-таки берешь и делаешь проекты То есть не так, как у меня в видео, что ты никогда не запустишь проект мечты Я не знаю, насколько твои проекты это проекты мечты, но ты их запускаешь Вот, ты мог бы немножко рассказать про то, как ты приходишь к тому, к запуску проектов Рассказать, какие у тебя сейчас из них работают и какие-то, может, планы насчет них Да, ну, я думаю, как и любой разработчик, мне хочется запустить свой проект мечты, свой стартап И я как бы не хочу запустить тот стартап, который я продам там Google за миллион долларов Это, конечно, было бы хорошо, но это не стоит никакой задачи И не стоит задача захватить там весь мир суперкрутым там новой гениальной идеей Просто хочу сделать нишевый хороший продукт, в котором может будет пользоваться там, я не знаю, относительно всего количества людей Там очень-очень маленькая доля, но он будет там приносить радость и мне, и людям, которым будет пользоваться И главное, чтобы они за это платили Ну, по крайней мере, такая у меня цель стояла когда-то первоначально Но цель тяжелая, как я считаю Вот, и с этой целью я стараюсь запилить разные проекты, занимаясь этим как хобби Сейчас у меня два проекта, которые уже фактически запущены, но не раскручены Это один проект GoWizKit и другой проект isgood.in Надеюсь, Дима оставит ссылочки в описании Вот, эти два проекта просто, скажем так, они, идеи их пришли во время путешествия Была проблема, я придумал, как ее решить, как программист, я ее решил И, ну, естественно, запустил это с надеждой, что это понравится еще кому-то Кроме меня Есть еще один другой проект Я его еще пока никак не запустил и не знаю, что с ним делать Потому что у него такая специфическая история Меня позвали на один стартап У них продукт делает инфографику Стартап прикольный и он стоит очень дорого У них подписка там стоит, я не знаю, долларов 200 или 100 за месяц Это как бы достаточно дорого для таких SaaS решений А техническая реализация достаточно простая Там очень много маркетинга, очень много чего, помимо техники Но вот как именно реализация очень простая Я решил его тупо скопировать, скопировал за два месяца И пока не придумал, что с ним сделать Потому что, ну, помимо реализации То, чтобы запустить продукт Еще очень-очень много каких-надоэтапов пройти И у меня с реализацией в плане программиста очень хорошо А в плане продвижения и развития с этим уже намного тяжелее Я думаю, что вот по поводу таких вот проектов Которые не рассчитывают, скажем так, выйти на IPO Или быть купленными Google Есть такой замечательный сайт Называется IndieHackers Не помню расширение Может быть, ты в курсе этого сайта Там вот как раз сборище таких проектов Которые, скажем так, обеспечивают зарплатой одного-двух программистов И мне эта тема на самом деле тоже очень близка Потому что, да, то есть что-то такое большое сделать Придумать большое, наверное, довольно легко А сделать большое довольно сложно А с маленьким, наоборот Придумать маленькое сложно А сделать маленькое легко Вот И супер, что ты находишь время И как-то у тебя это получается Ты сам пользуешься То есть у тебя, по сути, все твои вот эти два проекта Это ты первый клиент своих же собственных проектов Что, я думаю, это идеальный такой, может быть, старт Для какого-то маленького проекта Вот, слушай И я Когда вы первый раз поехали в Азию Вы, по большому счету, никак не вели YouTube То есть вы там просто кричали У вас такая была тема Вот, с ребятишками И Да, она до сих пор есть Да А теперь Теперь, вот Не теперь, вернее, год назад Вы решили, скажем так, вести такой полноценный влог И скажи, пожалуйста Что, как бы, повлияло на это решение Почему решили начать делиться каким-то своим опытом Ну и вообще своей жизнью и вести это на YouTube Во время путешествия очень не хватает общения Пока мы путешествуем И мы это делаем постоянно Мы замкнуты на четыре человека Я, жена и двое детей Можно иногда общаться с друзьями, с родственниками онлайн Но этого тоже не всегда достаточно Хочется общения больше Можно найти по мере путешествия людей Там познакомиться с кем-нибудь Семей с детьми найти тяжело Но тоже можно Иногда это спасает и помогает Но не всегда достаточно А YouTube-блог Это одна из форм, скажем так Социального подтверждения и общения Мы показываем то, что мы делаем И в большинстве случаев Людям, как бы, нравится Что мы делаем Что мы показываем Они говорят, какие мы молодцы И, как бы, что уж греха таит Нам это приятно, да Когда мы показываем И нас в каком-то смысле хвалят И это все в свою очередь провоцирует Общение с другими людьми Они спрашивают там Как у нас дела Что мы делаем Задают какие-то вопросы Мы общаемся И тем самым мы, скажем так Компенсируем Тот недостаток общения Который у нас есть В процессе путешествий Я думаю, это самое главное Из причин YouTube Да, но я еще могу сказать Такая причина Ну, не причина А такой бонус Который ты, возможно, получишь Через пару лет То есть у тебя же В принципе, история Это сохраняется И потом очень будет забавно Посмотреть эти видео Как вы путешествуете Ну, мы с детьми Примерно раз в 4-3 месяца Пересматриваем там все С самого начала И да, это интересно Да, и по поводу социального Их составляющего YouTube Я могу тоже только подтвердить Этот фактор Я, скажем так С тех пор, как я начал вести канал А у меня канала Ну, можно сказать Активных каналов сейчас 2 И с YouTube Ко мне приходит Очень много интересных знакомых С которыми просто интересно Потом продолжать общаться По каким-то общим интересам И я бы с ними абсолютно никак Не смог бы иначе познакомиться Кроме как Если бы у меня только был канал И они посмотрели какое-то видео Которое им очень понравилось Поэтому Да, ну и на самом деле Самое интересное Что я тоже начал вести этот канал Когда мы уехали в Таиланд На 4 месяца Я думаю, что причина была Примерно то же самое Все, я не могу сказать Что нам как-то сильно Не хватало общения Потому что мы с женой Ну, менее социальные В этом плане люди То есть нам не нужны Какие-то там вечеринки И еще что-то еще Мы абсолютно спокойно Жили эти 4 месяца Можно сказать Ну, втроем То есть с дочкой Потому что вокруг нас Не было абсолютно никого То есть мы выбрали дом Очень так Не подумав Но тем не менее Вот именно, да Какой-то такой Момент Поделиться мыслями Когда особо больше Как бы, ну, не с кем И больше Хочется более широкую аудиторию Ютуб тогда сыграл Довольно положительную роль В этом моменте Я думаю Вот Ну, супер Я на самом деле Сейчас все больше и больше Смотрю ваш канал Иногда там даже комментирую Вот То есть Ну, я так понимаю Что у вас каналом Больше как бы Заведует жена Или это не так Да, это так Она практически В нашей семье Я заведую тем Что забратываю деньги А жена Оля Делает все остальное Она ведет Ютуб-канал Она планирует Все путешествия Что на самом деле На это уходит Просто колоссальное Количество времени Очень много И, ну, соответственно Занимается детьми Смотри У вас получается Этот год Вы обозначили Как поиски дома Вот И Уже вы побывали Во Франции В Бельгии В Австрии В Германии Где-то еще Ну, нет Все пока Но сейчас находимся В Чехии Да, в Чехии И что вам пока Больше всего понравилось Очень сложный вопрос Но, если честно В Германии Мне пока нравится Больше всего Из тех стран Что мы были Единственная проблема Это виза Которая для меня Как айтишника Решаемая Но Я пока Не хочу идти В большую компанию Я верю Я верю в свой фриланс И думаю Что я смогу На нем зарабатывать Намного больше денег И тут Как бы такая дилемма Что делать Ну, как бы Заниматься Тем, во что ты веришь И, возможно Зарабатывать Там большое количество денег И жить Там где-то Не знаю В России В Таиланде Или в Мексике Либо ехать К рекрутерам В какую-нибудь Европейскую страну Не знаю Там в Германию Или в Скандидавию Может куда-нибудь И, как бы Это дилемма Но отказаться От фриланса Ну, ты маленько Предвосхитил Мой следующий вопрос То есть, смотри По поводу Германии Я тебе могу сказать То, что Если вы не любите Ну, плохую погоду И какую-то зиму И любите солнце То Северная Германия Это вообще Точно не для вас Гамбург, Берлинг Можно даже не рассматривать Можно подумать По поводу Мюнхена Вот Ну, и, может быть В районе Франкфурта Но Франкфурт Мне как город Просто не очень Понравился Это так Маленько Из личного опыта Ну, и да То есть, вот у меня Был вопрос То следующий То, что ты Собираешься Теперь осесть в офисе Ну, получается Что вроде как нет Но Тут видишь Как бы штука какая В Германии По крайней мере Ты можешь Тебе придется На 32 месяца Точно осесть в офисе После этого Ты можешь Подать на постоянный Вид на жительство И после этого Ты можешь Собственно Уже заниматься Бизнесом То есть Ты можешь уже Стать обратно Фрилансером И уже работать Не знаю На рынке фриланса Германии Просто легально И зарабатывать Гораздо больше денег Чем ты зарабатываешь Работая В Красноярске Или где-либо еще Я просто знаю Какие ставки Фрилансеров Здесь И здесь Я немножко Тоже про фрилансер Скажу Как он здесь обстоит Это немножко Все равно По-другому Идет работа Потому что Здесь люди Предпочитают Чтобы человек Работал в офисе Даже если он Фрилансер То есть Если тебя букают Как фрилансера То скорее всего Тебя просят Хотя бы там Три дня Из пяти дней Приходить в офис Работать Восемь часов В офисе Вот И на самом деле Это У этого есть плюсы И минусы Конечно То есть Плюс у этого В том Что ты Остаешься фрилансером Получаешь свои Фрилансерские деньги Но при этом У тебя полное Идет вовлечение В проекты Социализация И общение С другими Программистами В офисе Как если бы ты Был офисным работником Но Ты понятное дело Немножко исключен Из всей этой Офисной политики Потому что Она тебе Ну По барабану Потому что Твой контракт Кончается Ты уходишь А то что там У них какие-то Расприи политика Это вообще Как бы Ну Зачем тебе Об этом переживать Да Ну и понятное дело Что это менее гибко В том плане Что ты не можешь Просто так Из дома работать Или куда-то уехать Ну Разные бывают Как бы Контракты Конечно Но Как я уже сказал В Европе Люди предпочитают Чтобы человек приходил В офис Даже если это фрилансер Вот Это Маленько Мой опыт И Ну Маленько Дальше порассуждать Если по На эту тему Ну вот смотри Если Сохранять Фриланс И переезжать В Европу Я даже не знаю Это по-моему Словения Может такие условия Тебе предложить Либо Наверное Чехия Я не уверен Как там в Чехии Обстоит дела Но в Словении Можно было Как-то довольно легко Получить вид на жительство Через инвестицию В бизнес И там что-то было Какие-то Ну по крайней мере В 2012 2014 году Было как-то Какие-то смешные условия Вплоть до того Что нужно было купить машину Записать эту машину На фирму И вроде бы Как ты получаешь Вид на жительство И автоматически Получаешь Право на работу Соответственно Ты можешь там Быть фрилансером Точно так же Работать со своими Заказчиками И как-то там Начать платить налоги В общем Вот Какие у тебя Есть у тебя Какие-то мысли На этот счет То есть ты как-то Пробивал уже Те страны В которых ты бывал На тему Такой возможности Нет Пока я не пробивал Потому что Первоначально смотрю Саму страну Как она мне нравится Из Ну просто Первых впечатлений Которые у меня есть О стране То есть есть там И по Азии И по разным странам Есть впечатления И по Центральной Америке Ну и сейчас в Европе Понятно что это Первые впечатления По ним как бы Нельзя судить там О всей стране О всех условиях Которые Происходят в стране Но первые впечатления Лично для меня важны Вот И ну Пока у меня цель стоит Набраться вот этих Разных первых впечатлений С разных стран А потом уже сесть Там с Google Таблицами Выписать все страны Выписать все плюсы Минусы Состоять сложную формулу Которая мне в конце Ответит Какую же страну Стоит выбрать Слушай Ты маленько В нашей переписке Сказал что Ты хотел бы Как-то Реорганизовать Свой фриланс И если это не секрет То мог бы ты Маленько Как бы Развить эту тему Потому что По большому счету Насколько я знаю Ты сейчас Ну ты по крайней мере Работал на Обворке Некоторое время И сейчас Ты как-то работаешь Наверное на Обворке И напрямую Пытаешься Найти заказы Да Я давай Расскажу Про свой фриланс Когда я начал Это был первый Очень маленький проект За 9 долларов в час И на тот момент Это были еще Старые Старый курс рублевый Я был в России И Ну вот это Как бы Не очень существенная сумма Была И Как бы Я своей целью поставил Постоянное повышение Своего Почасового рейда Чтобы он у меня повышался Повышался Я заполнил себя проектами По максимуму Ну сколько у меня есть времени Сколько хочу работать И даже если у меня были проекты Я продолжал все еще искать новые Чтобы У них была ставка выше И все проекты С которыми я работал Они у меня были маленькие 2 Максимум 3 месяца Ну самый долгий Наверное был Где-то 6 месяцев И соответственно проект заканчивался Я переходил на следующий В котором мне платят больше И этот проект Я уже находил заранее И потихоньку Начинал с ним работать И говорил заказчикам Ребята у меня сейчас времени мало Я могу с вами там работать Ну максимум 5 часов В неделю Но потом Когда вот я закончу Следующий проект И буду с вами работать больше Соответственно я свою ставку Повышал 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 И сейчас я нахожусь На том моменте Что ставку мне повысить Становится все сложнее И сложнее И Я как бы работаю Ставка на самом деле Достаточно хорошая Я получаю в среднем 50 долларов За час И Я начинаю чувствовать В каком-то смысле Стагнацию Мне нет никакого смысла Развиваться дальше Становиться более продуктивным Изучать что-то новое Потому что тот результат Который я даю клиентам Ну судя по их отзывам Они очень довольны Им нравится то что я делаю И без разницы Делаю я это быстро Или медленно Вот и соответственно Мне приходится Отрабатывать свои часы То есть я сажусь В день Мне нужно там Ну минимум 6 часов Отработать Если я отработаю меньше Я чувствую себя Не очень хорошо Что у меня Не выполнятся мои Скажем так Цены Не выполнятся Свои Желания По финансам Вот И такой почасовой подход Мне как бы Наедает все больше и больше И я начал Читать разные Блоги Книжки Подкасты Про то Как перейти На фиксированную ставку И фиксированная ставка Это Та цель Которой я хочу Переделать все свои проекты Чтобы мне платили За проект Там какую-то сумму И это Та задача Которую Которую я сильно верю И в которую я думаю Что принесет мне Значительно больше денег Чем почасовая ставка Да Тут есть такой момент Что Понятное дело Что везде Опять-таки Есть плюсы и минусы И с фиксированной суммой Можно немножко Пролететь с оценками Но Опять-таки Можно И Скажем так Заработать гораздо больше Чем Если бы ты Честно Скажем так Отрабатывал На почасовке И вот эта вот Стратегия Которую ты говорил Короткие проекты Я считаю Что Это Довольно Может быть Наиболее правильная Стратегия на фрилансе Когда ты только Заходишь во фриланс Ты понятное дело Обычно заходишь С каких-то Низких ставок И По сути Ну Как-то Повысить ставку В принципе Как и повысить зарплату Легче всего Сменяя работу То есть Сменяя проект По себе Я знаю Что я Когда зашел Зашел на фриланс У меня Я по сути С первым своим работодателем Проработал Довольно долго Практически Я не знаю Ну год точно По-моему Даже больше И вот этот момент Был То есть У меня было Такое Немножко Как бы Ну не страх Что ли То есть Ну маленько страх То есть А вдруг я не найду Какого-то там Следующего работодателя И опять-таки Такой момент Ну как бы Да Но Ставку поднимать Надо А просто так Он мне ставку Не поднимет Потому что Ему это ни к чему Вот И Я думаю Что это Может быть Одно из таких Ошибок Начинающих фрилансеров Когда они Влазят Сразу же В большой проект Там На какие-то Там полгода Год Или там Я не знаю Или даже Ну полгода Это уже наверное Многовато И поэтому Они как бы Зависают На какой-то Ставке Хотя могли бы В принципе Раскачивать Свою ставку И свое портфолио Просто Короткими Там по 2 По 3 По 4 месяца Проектами Просто Постоянно Как бы Да Идти на повышение Как ты сказал Вот Это в принципе Характерно И для Работы в офисе То есть Понятное дело Что Поменяв работу Гораздо Гораздо Вероятнее Ты получишь Прибавку Там В 15 20 Процентов Чем Если бы Ты остался На том же Самом месте И сказал А я вот Теперь хочу На 20 Процентов Больше Скорее всего Тебе так Никто не даст Хотя Если твоя же Фирма Наймет Нового Человека То они Ему могут Сдать Такую Зарплату Которую Ты просил Это вот Этот Парадокс На самом деле Нужно знать И нужно знать Как его использовать Чтобы достичь Вот той Комфортной Скажем так Уровня Зарплаты И когда Ты уже Особо Перестаешь Думать об этом И начинаешь Искать Интересный Проект Вот Да Ну Интересная На самом деле Беседа Получилась Вот У меня Как таковые Вопросы Кончились Мы потихоньку Приближаемся Где-то К одному часу Ну Чуть меньше Потому что У нас там Случилась Техническая Неполадка Вот Но Я Понятное дело Все ссылки На ваш канал И на Твои проекты Все опубликую Внизу И они все Также будут Анонсированы Там В видео По мере Того Как ты называл Их Вот Но если у тебя Есть Какие-то Вещи Которыми Ты бы еще Хотел поделиться Дополнительно То Пожалуйста Твое время Ну Я наверное Еще скажу Про мой фриланс И чем он Мне очень сильно Нравится Ну Я думаю Может быть Слушатели Захотели бы И зрители Хотели бы Попробовать что-то Аналогичное Весь мой фриланс Заключается в том Что у меня Одновременно Идет несколько Проектов И все проекты Достаточно Небольшие Меня На каждом из них Не требует Там работать По 30-40 часов В неделю Я работаю Где-то Ну Максимум По 10 И у меня Одновременно Идет Ну И сейчас У меня Около Четырех Проектов И на Каждый Из них Я потихонечку Пилю Те задачи Которые От меня Требуют И на Всех Из них От меня Не требуют Чтобы я Находился Онлайн Какое-то Определенное Время И вся Наша Переписка Происходит Там Периодически Где-нибудь В флаке Мы Там Заказчик Спрашивает Антон Как дела Или я Говорю Вот я Там Новые Фичи Сделал Это Разрулил Сейчас Будет Там Сервер Обновлен Вы Можете Попробовать Их Потестить И все Часовые Пояса Буквально Пересечения В часа Два Достаточно Чтобы Там Выявить Все наши Вопросы Я работаю Как правило Всегда один У меня нету Команды С которой Мне нужно Постоянно Коммуницировать И в этом Смысле Это очень Сильно Помогает В организации Путешествовать Потому что Если работать В команде Постоянно Общаться Ну Я думаю Это Будешь Уже Скажем так Не таким Гибким Но Тебя Вот В команду Тебя Не тянет Я так понимаю Ты никогда Не работал В команде По большому счету По большому счету Нет Все проекты Вот Сейчас У меня Два проекта С командами Но команды Это Дизайнер Бэкэндер Я фротэндер И я Работаю Независимо Поэтому Это тяжело Назвать Командой Что Я напрямую Ни от кого Не завишу Да В проекте А тянет Или не тянет Я Не знаю Насколько я знаю Это вроде как Полезно В команде Там Коммуникацию У тебя есть товарищи Ты там Находишь Наставника Но Я не знаю Чего я лишился Поэтому Сложно сказать Ну да Ну ясно Слушай Ну еще раз Хочу поблагодарить Тебя За такое Замечательное интервью Я на самом деле Сам много чего узнал Чего я не знал До этого Вот О тебе И В принципе О фрилансе Как я сказал Мои вопросы Закончились Я могу только Пожелать вам успеха В вашем путешествии Поменьше Ломать Конечности Вот У тебя кстати Зажила рука? Нет Еще не зажила Ну вот Какие могут быть Возникнуть Проблемы Скажем так И все Я надеюсь Что Как-нибудь Мы с тобой Увидимся Может быть Вы доедете До Гамбурга Или мы доедем Куда-нибудь Где вы будете В этот момент Да С радостью Пересеклись Я буду стараться Связываться С людьми Если они захотят Дать интервью Интервью Появится на моем канале А на сегодня У меня все Спасибо, что смотрите Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok